В этом видео мы поговорим о специальных символах, и именно здесь начинается самая интересная и веселая часть Линукса. Здесь вы увидите, почему Линукс — это действительно мощная система. И в этом видео мы разберемся, что такое специальные символы, для чего они нужны, и мы рассмотрим несколько практических примеров. Специальные символы. Они же символы подстановки. Это символы или сочетания символов, используемые для поиска по шаблону. Как правило, они используются в командной строке, чтобы увеличить гибкость используемых команд. Итак, что означает символы или сочетание символов? Вот несколько примеров. Первый символ — это звездочка. Он используется для того, чтобы показать либо отсутствие символов, либо все символы сразу. Второй — это знак вопроса. Он соответствует только одному символу. Третий — это скобки. Они соответствуют любым символам, заключенным в них. И последний — это Escape символ. И он используется для исключения символов, которые идут перед ним. Например, если я ищу скобку, то я поставлю перед ней обратный слэш. И давайте рассмотрим несколько примеров. Я создал несколько файлов, которые часто встречаются при тестировании на проникновение. Это пустые файлы. Я создал их только ради этого видео. Это файлы, которые соответствуют различным сетевым диапазонам и сетевым адресам. Допустим, я делаю тестирование на проникновение для компании. И за время всего тестирования я создал несколько файлов nmap, а также несколько txt-файлов, в которых я написал заметки. Как видите, у этих файлов различные имена и расширения. Тут есть txt-файлы. У нас есть файлы .gnmap и .nmap. Позже мы рассмотрим разницу между этими двумя файлами. А также тут есть файлы .odt. Перед тем, как удалять или перемещать эти файлы, давайте создадим их копием на всякий случай. Я могу сделать это с помощью команды tar, которую мы рассмотрели в предыдущем видео. Итак, выполняю tar-cf, чтобы создать файл под названием backup.tar. Пробел, звездочка. Это первый специальный символ, который я использую. Как мы видели ранее, звездочка соответствует либо ничему, либо сразу всем символам. То есть, в этом случае я сообщаю tar, что нужно создать tar-файл и добавить в него все, что находится в текущей директории. После создания архива, давайте проверим его содержимое с помощью команды tar-tf. И как видите, все файлы успешно забэкаплены. Потрясающе! Теперь я могу очистить директорию. И я хочу сделать директорию под названием notes и добавить в нее все файлы с заметками. И если вы используете специальные символы, то перед перемещением и особенно удалением файлов, лучше выполнить команду ls, чтобы проверить, что команда выполнена корректно, и случайно не удалить нужные файлы. Давайте выполним ls notes. И как видите, тут есть не только файлы с заметками, но и директория notes, которую я только что создал. И если я сейчас воспользуюсь звездочкой и попробую переместить notes звездочка в директорию notes, то эта команда будет пытаться переместить все, что начинается со слова notes и заканчивается чем-то еще. То есть notes10, notes11, в том числе и саму директорию notes. Таким образом, я попытаюсь переместить директорию notes в саму себя. И, конечно же, в итоге у меня возникает ошибка. Но если вы посмотрите внимательнее, то увидите, что у всех файлов notes есть дефис перед цифрой. notes.defis10, notes.defis11, notes.defis12 и так далее. И давайте посмотрим, что произойдет, если выполнить ls notes.defis звездочка. Отлично. Эта команда отображает список всех файлов notes, но не отображает директорию notes. Теперь я могу спокойно использовать команду mv, зная, что она переместит только файлы в директорию notes и не будет пытаться переместить эту директорию в саму себя. Для этого выполню mv notes.defis звездочка для всех файлов notes. То есть, notes.defis10.txt и notes.defis24.odt. Не важно, какие у файлов цифры. Расширение. И не важно, что идет после дефиса. Нажимаю enter. Выполняю ls в директории notes. Готово. Я успешно переместил все файлы notes в директорию notes. Отлично. Очищаю кран и снова выполняю ls. И теперь я хочу избавиться от всех файлов 10.10.100. Вот возможный сценарий. Я просканировал эту сеть и ничего не нашел. Поэтому мне не нужны эти файлы, и я просто хочу их удалить. Сложность заключается в том, что у меня есть файлы 10.10.100.txt, 10.10.100.genmap, и третий файл .nmap. Как проще всего удалить эти три файла? Перед удалением я снова проверю свою команду с помощью ls. И давайте выполним ls 10.10.100.100. Как видите, все просто. И у нас отобразилось три файла. Теперь, чтобы это сработало, с командой rm мне нужно добавить звездочку, чтобы сообщить команде, что нужно искать все после 100. Это можно проверить, выполнив команду ls.10.10.100.000. И как видите, мы снова видим те же самые три файла. Отлично. Теперь мне нужно просто заменить ls на rm. Здорово. Снова очищаю экран и выполняю ls. Теперь я хочу переместить все файлы nmap в одну директорию. Как помните, у меня есть два разных расширения. genmap и nmap. И давайте посмотрим, как это сделать. Для начала, создам директорию nmap. А затем мне нужно отобразить список всех файлов nmap. Выполняю ls-звездочка точка nmap. Не сработало. Эта команда вывела список всех файлов, которые начинаются с чего угодно, и заканчиваются на точке nmap. Однако, тут нет файлов gnmap. А что будет, если выполнить ls-звездочка точка jnmap? Тоже не сработало. Эта команда вывела список файлов с расширением jnmap. Теперь у меня проблема. Мне нужна команда, которая отображает файлы с обоими расширениями. То есть в команде должно быть ls-чтоугодно, точка nmap и точка jnmap. Как мне это сделать? Что если добавить еще одну звездочку после точки? То есть ls-звездочка точка звездочка nmap. Отлично. Сработало. Эта команда работает так. ls-чтоугодно. Точка-чтоугодно. А затем сразу идет nmap. Например, если бы у меня был файл с расширением 123456nmap, то он бы тоже был в этом списке. И теперь, когда команда работает, мне нужно просто заменить ls на mv. И давайте отобразим содержимое директории nmap. И как видите, в ней находятся все мои файлы nmap. Очищаю экран. Теперь рассмотрим кое-что поинтереснее. У меня есть различные сетевые диапазоны. 10-10-10, 10-10-11 и 10-10-12. Я назову их диапазон десятых. Потому что тут 10, 11 и 12. Также у меня есть диапазон двадцатых. 10-10-23, точка 24 и точка 25. Я назову их диапазон двадцатых. И в конце у меня есть диапазон двухсотых. 206, 207 и 208. И я хочу переместить эти диапазоны в различные папки. Для начала нужно создать директории. Создаю десятые, двадцатые и двухсотые. И давайте попробуем выполнить первую команду. LS-10-10-10-1. Это было легко. У меня отобразились десятки. 10-10-10, точка 11 и точка 12. И давайте выполним LS-10-10-1. Звездочка. Как видите, результат тот же самый. Готово. Заменяю LS на MV. И добавляю название директории. Выполняю LS-10-S. Как видите, все файлы перемещены. А теперь давайте попробуем сделать то же самое с двадцатыми. Выполняю LS-10-10-2. Ой, кажется не сработало. Эта команда вывела список двадцатых и двухсотых, потому что и те, и другие начинаются с двойки. И если я выполню LS-10-10-2 звездочка, то у меня будут оба диапазона. Что же делать? Помните знак вопроса? Звездочка соответствует ничему или всем символам. А знак вопроса соответствует только одному символу. Если добавить знак вопроса после двойки, а затем расширение, точка, что угодно, то отображаются только двадцатые. Почему? Потому что знак вопроса заменяет только одну цифру после двойки. В данном случае двадцать три, двадцать четыре и двадцать пять. Что если мне нужно вывести список двухсотых? Все очень просто. Добавляю еще один знак вопроса. Таким образом я сообщаю команде LS, что нужно отобразить 10-10-10-2, цифра-цифра, точка, что угодно. Здорово. Все получилось. И теперь нужно просто заменить LS на MV. Перемещаю двадцатые в одну директорию. Снова выполняю LS. Теперь остались только двухсотые. Само собой, я могу повторить предыдущую команду и добавить два знака вопроса. Но это не самый быстрый способ. И давайте посмотрим на содержимое этих файлов. Как видите, остались только текстовые файлы. И все они выглядят так. Цифры, точка, тексты. Так как остались только двухсотые, мне нужно переместить все эти файлы в папку двухсотые. Самый простой способ сделать это, это заменить сетевые диапазоны звездочкой, сообщив команде MV, что нужно переместить все, что заканчивается на точка тексте. Добавляю имя папки. И готово. Выполняю LS, чтобы еще раз проверить. Отлично. В качестве небольшого бонуса давайте попробуем команду tree. Такой команды не существует. Давайте воспользуемся тем, что мы изучили в предыдущих видео, чтобы установить эту команду. apt-get-installed-tree. Нужно подождать несколько секунд. Пробуем еще раз. И теперь команда существует. Итак, команда tree отображает содержимое любой директории в более организованном формате. И я хочу увидеть содержимое директории, в которой сейчас нахожусь. Как это сделать? Мы это уже видели. Выполняем tree, пробел, точка. И как видите, тут все удобнее организовано. Я могу сразу увидеть, что в десятых находится десятый диапазон. То же самое в двухсотых и в двадцатых. В папке nmap находятся все файлы nmap. И все файлы notes.txt и notes.odt находятся в директории notes. Такой способ отображения намного удобнее. Вот ваше задание. Если вы не повторяли то, что я делал в этом видео, то, пожалуйста, повторите. Практикуйтесь. Вам может показаться, что тут слишком много новой информации. Но практикуясь, вы быстрее научитесь это делать. И заметите, что практически 90% времени вам будет достаточно лишь одной звездочки. Поэтому практикуйтесь. Создавайте такие файлы. Проделайте все то, что я показывал, если вы этого еще не сделали. А затем вы можете переходить к следующему видео.